Харе Рам! 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 Пока мы начнем этот урок, есть особый признак этого семинара. Мы составили такие специальные, как заметки или как-то про них сказать, материалы для студентов. И зачем мы это сделали? Обычно, когда люди приходят на семинар и они делают записи во время семинара, это отлично. И это привлекает их внимание от того, что говорит рассказчик. И вот мы специально все эти заметки за вас уже записали, и они доступны для каждого, и вы можете получить их во конце семинара. Это можно сделать лево по почте, если вы дадите свой адрес, либо если вы дадите флешку. Если вы дадите свой адрес, то есть Сарва Гиадасу, то тогда мы можем записать вам на вашу USB или на вашу почту все эти записи для студентов. Как мы говорили, что весь этот семинар состоит из десяти уроков. И мы могли пройти только пять уроков, поэтому то, что вы получили, это всего половина семинара. Но я дам вам на все десяти уроков. И они очень полезны, потому что это очень систематическая презентация Шиле Прабхупада, наш Ачария-Основатель. Итак, мы за первые три дня прошли уроки первый, второй, третий, и сегодня мы перепрыгиваем сразу на девятый урок. Продолжение 4, 5, 6, 7, и 8, это как Прабхупада начался с Миссией Кришна-Коншесности в Индии, и как он пришел к Восточному. Как он пытался установить в Восточном, и принципы, которые центры вокруг Кришна-Коншесности. И как мы можем найти нашу отношение с Прабхупадом через этот движение. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой уроки они объясняют о том, каким образом Шиле Прабхупада основывало движение сознания Кришны в Америке, как оно развивалось, и также как мы можем найти свое место в его движении. Мы все хотим быть Сознающими Кришны, но мы должны быть Прабхупада-Коншесными, тоже. Но мы также должны обладать Сознанием Прабхупады. Без Сознания Прабхупада нету Сознания Кришны. Потому что Прабхупада настолько неотъемлемо, как присутствует в этом движении, что все, что бы мы не делали, все аспекты деятельности, все волософии, вся философия, она основывается на нем, на его примере и так далее. Девятый урок называется «Вымышленные Прабхупады». Это то, как люди считают, кем Прабхупада является, но на самом деле он таковым не является. И с течением времени на Прабхупаду навесали много разных ярлыков того, как люди считают, кем он является, но это неправда все. И нам надо будет разбить все эти неправильные представления и указать, кем он по-настоящему является. Есть разные такие, как сказать, вымышленные вещи касательно Прабхупада, есть сентиментальные и имперсональные отклонения. И если вы знаете учение Прабхупада, но не знаете, каким образом он это применял на практике, то вы можете отклониться в имперсональную сторону. И если вы знаете только Прабхупаду, его жизнь, его качества, но не знаете его учения, то вы можете отклониться в сентиментальную сторону. И поэтому нам нужно знать так же, как Прабхупада личность, так и Прабхупаду, как Ачарию. Да, так и все. Этот урок поможет вам избавиться от всех этих ложных представлений в Аллопаде. Но, как обычно, мы начинаем с того, что мы задаем вопросы, которые остались в предыдущих уроках. И несколько вопросов можно задать. Итак, что-то непонятно, что вы хотели бы спросить по предыдущему материалу. Пожалуйста, какие причины прихода любого Ачари-Основателя в любой религиозной конец и, в частности, Шерпупада в нашей религиозной конец? Каковы причины прихода вообще в целом Ачари-Основателя и, в частности, причины прихода Шерпупада? Каковы причины прихода Ачари-Основателя в любой религиозной организации в целом? И какие причины прихода Шерпупада? Каковы причины прихода Ачари? В общем, Ачари-Основатели приходят ради того, чтобы установить вечные религиозные принципы в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Что Шрила Бхакти Сиддата Сарасвати учил, он был создан Ачари-Основателем Годи-Омадха. Прабхупада взял суть его учения и суть его практического применения в философии. И адаптировал это к западному слову. Бхакти Сиддата Сарасвати Махараджа — это гуру Шерпупада. Но вот Шрила Бхакти Сиддата Сарасвати следует мы не можем. Потому что то, как он учил Сознание Кришны, как он применял его на практике — это рассчитано на время и на настроение людей, которые живут в Индии. Прабхупада адаптировал определенные вещи, адаптировал определенные экстернальные принципы, и начал Сознание Кришны. Это то, что делает Ачари-Основателем. Ачари-Основателем Прабхупада, Прабхупада пришел на миссию Господочитания. И Господь Читания хотел распространить Сознание Кришны по всему миру. Он сказал так. В каждом городе и городе мой имя будет чантен. И Он сказал, что у него будет хорошая личность, чтобы пришли и делать это работа. Так что Прабхупада был человек, который был способен делать это работа. И сам Господь Читания сказал, что в каждом городе и деревне будут повторять мои святые имена. И Он уже сказал, что придет личность, которая всю эту работу сделает. И вот именно Шипрупада Он пришел и вот это все сделал. Сейчас мы находимся посреди Золотого века. Кали-юга – это очень трудное время. Просто жить в эту эпоху очень трудно. Что уж говорить о том, чтобы практиковать Сознание Кришны. Кали разрушает все хорошие качества любого живого существа. Это очень плохая эпоха. И будет еще хуже. Но Господь Читания пришел пятьсот двадцать семь лет тому назад, чтобы начать то, что называется Золотой век. И вот посреди вот этого черного, черной эпохи Кали-юги, есть золотая простойка, Золотой век, которая будет длиться в течение пяти тысяч лет. В течение пяти тысяч лет Движение Господь Читания будет продолжать расти и развиваться. А через пяти тысяч лет оно постепенно будет угасать. То есть в течение десяти тысяч лет будет золотая эпоха. То есть в течение десяти тысяч лет будет золотая эпоха. Потому что Господь Читания приходит только один раз в тысячу Кали-юг, и это подразумевает четыре милли... ну очень много. Прабхат – это личность, которая уполномоченно распространит сознание Кришны по всему миру. И вне этого движения у нас просто нету особой надежды. Потому что Кали-юга уничтожает все. Очень плохая эпоха. Итак, примите приближище у Движения Господа Читания, и вы освободитесь от плохого влияния Кали-юги. Господь Читания – это Бог. Это Кришна. Но Он приходит в облике предного. И Он хочет всем и повсюду распространить Свою милость. А Господь Нитянанда еще больше исполнен энтузиазмом, чем Господь Читания. Он хочет распространить Свою милость и распространить Свою милость и распространить Свою милость как можно быстрее по всему миру. Схудра Прабхата приходит из Господа Нитянанда Татвы. Он вообще, Господь Нитянанда, в этой эпохе. Схудра Прабхата исходит из Нитянанда Татвы, и Он является, на самом деле, олицетворением Господа Нитянанды в этой эпохе. Если вы примите приближище у Господа Читания Господа Нитянанды, то у Схудра Прабхата, прошу прощения, вы не только освободитесь от плохого влияния Кали-юги, но и вы можете оттенять до бхактин, и eternal life. Если вы примите приближище у Господа Читания Господа Нитянанды, то у Схудра Прабхата, прошу прощения, тогда вы не только освободитесь от плохого влияния Кали-юги, но также обретете чистые бхактин и вечную жизнь. Неплохо, правда? Очень здорово. То есть оптовая продажа, она вот началась. Магазины открыты. Просто покупайте. Аре Кришна, Аре Кришна, Аре Рама, Аре Рама, Аре Рама, Аре Рама. Always. Вечно. Постоянно повторяйте вот так вот. Аре Кришна, always. И так это милость. И так это милость. Скажите, кто вас слать не является, чего вам это поможет? Кем является Шеврабхата в Буховном мире? Who is Шеврабхата in this spiritual world? Два раза ему этот вопрос задавали. Первый раз он ответил, вам это не надо знать. В общем, он сказал, что это не ваше дело. Но второй раз, когда ему этот вопрос задали, он сказал, если я вам это скажу, вы просто упадете в обморок. Поэтому он никогда не говорил точно, и такова природа, а великие души, они не открывают свою изначальную сущность, природу. Матчжи, you have a question here? One lady? Yeah. Whoever. Did you have your hand up? Yeah. Моя рука была поднята, да? Шеврабхата оставала международное общество знаний Кришна. Я спросила, а почему как право внешнего, это сфинтонизма? Почему взять церковь культуру, взять целомольную одежду, какую-то и принести в международное общество знаний Кришна? То есть почему право внешнего, внешнего? То есть почему Шеврабхата, он как бы сделал это международное общество и не слишком сильно адаптировал его к местным культурам? Почему он сохранил традиционные индийские внешние признаки, да? Шеврабхата, he founded international society. Why didn't he adapt it according to the local customs? Why did he preserve Indian culture, like Vedic culture? Because she says, he could have put local dress, like Russian dress. What was the need to keep traditional Indian culture inside this club? He said, if you dress like a devotee, then you look like a devotee. Но если вы одеваетесь как предный, вы похожи на предных. I mean, some people question that. They also say, you can wear any dress. Некоторые люди, они подвергают сомнению, они говорят, что, ну, можно же любую одежду носить. Правда? But inside the temples, we keep this dress because the dress is the identity of the devotee. Но внутри храма мы сохраняем эту одежду, потому что одежда, она помогает нам отождествлять себя с преданными. Прабхата говорит, что вы можете менять одежду ради проповеди. There's a whole discussion in the seventh canto about, for preaching, you may wear different clothes, according to the people you're preaching with, so you can reach them easier. When someone challenged Prabhupada, why do you have only Indian food? И кто-то просил вызов Прабхата, он сказал, а почему у вас только индийская пища? Прабхата сказал, you can cook any food, but make sure it's vegetarian. Прабхата сказал, что вы можете любую пищу готовить, только лишь бы она была вегетарианская. But Krishna likes raskula, samosas, that's what he likes. So we cook for Krishna. If you like, you can cook pizza. And borscht. I like borscht. I think it's one of the best foods in the world. But you don't find it too much in Vedic culture. But you can cook anything, as long as it's free from those things that you can't put in, like onions, garlic and all kinds of other crazy stuff. Don't meat, fish, eggs like that. So, we see that people adjust, right? We see that people are also kind of nervous. Well, Prabhupada didn't push it so much, but to keep the culture, there has to be a class of people who keep the original culture as the identity of our society. And so, we are known as Vaishnavas. We wear tilak, we wear this. Ladies don't have that. They have a bigger one. It's our identity as a Vaishnava. But it helps us to understand ourselves. Okay. So, okay. One more question. One more question. Thank you. In the past, we said, that Shriya Prabhupada is a chief of mishis chaitanyi, the basic philosophy of Achintya Bhedhatathwa. И как мы изучаем эту философию Ачиньки, если она в самом себе значение имеет непостижимость? Как мы можем постигать, если она уже объявлена как непостижимость? То есть Господь Читания и Шипрубада принесли философию Ачиньки Бхеда, Бхеда Татва, и как мы пытаемся ее постичь, но она же непостижима, как можно постичь ее? И зачем ее постигать, да? Зачем может быть надо, но если она уже закрыта? Зачем можно постичь? Лорд Читания и Шипрубада принесли философию, которая называется Ачиньки Бхеда, Бхеда Татвы, и мы пытаемся понять все эти татвы, но это Ачиньки. Да, это Ачиньки. Как можно понять, что уже Ачиньки? Чива Госвами объясняет, что Ачиньки нельзя постичь. Ачиньки есть Ачиньки, и постичь ее, и как нам это понять? Это открывается нам. Вы не можете интеллектуально так умовы это постичь. Вы не можете попроизвить это даже. И когда вы практикуете Бхакти, то высшие вот эти истины, они открываются вам в соответствии с уровнем вашего Бхакти. Принципы Бхакти, принципы сознания Кришны, санатна дхарма, она уже присутствует в сердце, это изначальное знание души. Потому что душа, она чит, она исполнена знания. И когда человеку напредает самоосознание, то все знание открывается ему. То есть это не постигается с помощью изучения или размышлений, это открывается вам свыше. Мы, конечно, продолжаем изучать и пытаемся понять, но в конце концов, вот откровение должно прийти к нам. Итак, духовное знание — это знание, переходящее через откровение. Мы читаем книги, мы читаем святые названия, мы практируем довольственное служение, мы получаем философское понимание, но когда Кришна доволен нашим служением, Он дает нам полное знание. Итак, мы будем изучать вымысленные прабхупаты. И так мы будем изучать вымысленные прабхупаты. Первое — это прабхупада, Бог. Прабхупада — это Бог. Прабхупада — это Бог. Продолжение следует... 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 Прубада, так вот он величественный. Такой очень напряженный взгляд, как сказать. Пронизывающий взгляд. И второе, я уже отправил. Кто-то может прочитать? Прубада, это искон. Прубада говорил о том, что искон — это мое тело. Другими словами, тело может заболеть, но он даже никогда не заболевает. Прубада является жизнью искон, он не является жизнью искон. Он являет телом искона. Искон может и развалиться. Как тело, оно начинает болеть, и оно... Прубада установил искон, организовал его, но он отличный от искон. Прубада. Немножко почитай. Прубада, он присутствует поколение за поколением. Как единственный, главный шикши-гуру в жизни каждого члена искона. Он вечный защитник и помощник, и он является душой искона. Прубада. Прубада. Вопрос к вам. Если тело Прубада искон, он начинает разваливаться, заболевать, как можно возродить его к здоровому состоянию? Вопрос к Вам. Вопрос к Вам. Шастра. Шастра. Шастра, да? Не только ни шастра, но шастра. Да. Прабхапат's teachings, да. Да, т.е. мы должны применять наставления Шрабхупада. Да, правильный ответ. Шрабхупада говорит, что Его настоящие ученики они боятся мая. Они боятся мая. Мы боятся мая. Если мы знаем настоящим ученикам Шрабхупада, то мы должны применять мая. То есть настоящим ученикам надо бояться мая, да? Шрабхупада говорит, что Его настоящие disciples должны иметь бояться мая. И если он реально Прабхападунугас, то мы должны бояться мая? Да. Девотея не боятся, но он боится упасть мая. Это значит, что он очень осторожен. Практикует преданное служение, чтобы не упасть мая. Прабхупада говорит, что когда вы практикуете церкви Кришны, это потом, что вы бреетесь лезвием. Если вы очень осторожен, то вы получите мая. Если вы очень осторожен, то вы получите мая. Если вы внимательно бреетесь, то вы замечательно бреетесь и будете таким гладким. Но если вы продеваете, как сказать, отвлечетесь, вы можете порезаться. Поэтому мы должны бояться, порезаться и быть очень внимательными. Итак, исполнение сознания Кришны — это две вещи. Сознавать Кришну, и быть осторожен в отношениях с майой. Потому что майя может поймать вас в ловушку в любое мгновение. И она вас настигает тогда, когда вы ее вообще не ждете. Есть одна формула, как вам быть свободным от этих ловушек майя. Всегда повторять Харе Кришну. 24 часа в день. И тогда вы сможете всегда... свобода от майя. Она не сможет вас затронуть, если вы постоянно повторяете святое имя. Хорошо? Хорошо. Следующее. Пропада — это GBC. Пропада — это GBC. Пропада — это GBC. Когда мы используем слово «авторитет» в context of managerial structure, когда мы используем слово «авторитет» или «руководство» в контексте административного структуры, управления, мы не подразумеваем абсолютно непогрешимый авторитет, подобный авторитет в Священном Писании. Но главное, как мы можем организовывать это проповедническое движение, вот эта структура, она должна помогать нам следовать, чтобы организация действовала следуя наставлениям Шри Пропады. И чем больше мы, начиная с самого низкого до самого высокого преданного, погружаем себя в то, чтобы быть частью тела Пропады, тем более прозрачными и тем более подчиненными мы будем по отношению к Шри Пропаде. Шри Пропада является абсолютным авторитетом Искон, а Шри Пропада — это управляющий авторитет. Пропада — это не ГБС. Хотя ГБС является инструментом для управления его организацией. Какие-то вопросы касательно того, что ГБС является Пропадой? Да, пожалуйста. Какие-то вопросы касательно того, что ГБС является Пропадой? Как ГБС может защитить себя, чтобы она не отклонилась от духовных стандартов Шри Пропады? Ну, они имеют систему проверки, и это основывается на наставлениях Шри Пропады. И также есть комитет под Шастром в ГБС, который является одним из его подразделений. Когда они назначают определенное правило, они обычно приводят к Шастре как основу для создания этого правила. Обычно это какое-то правило вводится, то как основу этого правила изучается наставление Шастре. Без сомнений, ГБС сделала определенные ошибки. Но оно исправило эти ошибки. И до тех пор, пока ГБС действует как тепло, Но оно не является непогрешимым авторитетом. Священное Писание является непогрешимым авторитетом. Но мы можем не совершать ошибки. Но без ГБЦ, мы не имеем правильное направление. Таким образом, это необходимо, но оно не является совершенным. Хорошо, спасибо. Какие-то вопросы? ГБЦ, Прабхупады? Следующий, кто-то прочитайте, пожалуйста. Прабхупада, Гуру только для своих учеников. Прабхупада, Гуру только для своих учеников. Это не правда. Это не правда. Sometimes we hear devotees say, Oh, I miss Prabhupada. I wish I was here when Prabhupada could have been his disciple. Как жалко, я упустил. Мне не попало в то время, когда был Прабхупада. Я хотел бы, чтобы я стал его учеником. Но у каждого из нас есть отношение со Шиппупадой, потому что он является Ачарией основателем и Шиппупадой для каждого из пленных. Я расскажу вам одну историю. Это был день явления Шиппупады. And the scene is in Mayapur. So, that's a fast day. So, one senior Prabhupada disciple was walking around in Mayapur and he sees this brahmachari eating pizza in the morning. So, he says to him, today is a fast day, it's Prabhupada's appearance day. The devotee said, he is your guru, he is not my guru. The devotee was so shocked to hear that, he couldn't even respond. He couldn't believe what he was hearing. But, later on he went to write, he wrote something in response to this. So, there are people who think, you know, Prabhupada is gone and therefore, you know, his disciples are here. I'm not his disciple. There's one nice story that Shiva Ram Maharaj tells. Actually, there's another one. This is a different story. One man came to one book fair, somewhere in Europe, I don't remember where. And the devotees had, you know, Prabhupada's books there. So, the man was looking with his wife and he sees Prabhupada's Gita with Prabhupada's picture on it. He turns to his wife, he says, that's the man that keeps appearing in my dreams and tells me, buy my Gita, buy my Gita. He was so happy. Prabhupada is appearing. He doesn't even know who Prabhupada is. He didn't ever know what the Gita was. He's getting these dreams. Now he sees the book. He bought the book. Obviously. So, yeah, so Prabhupada is, he's a guru for, he's a Jagat guru. He's a guru for the whole world. And there's two things. We'll talk about this as it goes on. There's Vani and Vapu. And we'll discuss that coming up. Okay. I think, next one. Next slide. I think we talked about this already. Prabhupada is this gun. Okay. We're just going back over it now. Next one. Prabhupada is this gun. You can read that. This is just a recap. We're going back. We're going back. We're going back. We'll do it now. Да здравствует револиция! Вы're getting us all excited here. Okay. Prabhupada is the GBC, we went through that. Okay, so... Next one, next two slides. Next one. Next one. Okay. Okay, we're just going back over. If you have any questions, you can ask. Next one. Question? Someone? One of these four. And based on these four, either one of these four. One of these four. So, that Shrila Prabhupada is a Jagat Guru of the world, означает ли это, что через пять лет какая-нибудь девушка, которая объявит, что я тоже ученица Prabhupada, она сядет рядом где-то на сцене с махараджами и на равных правах с учениками Prabhupada, скажет, я тоже ученик Prabhupada. То есть, если Shrila Prabhupada, это Jagat Guru, означает ли то, что люди, которые не получили у нее духовное посвящение, они тоже могут заявлять то, что они являются учениками на равне с теми, кто получил тихий Shrila Prabhupada? Мы имеем сикшопрапада, и мы имеем сикшопрапада, потому что Prabhupada является een Jagat Guru, означает, что Гуру для всех. И в несколько лет, кто-то может считать, что он тоже был в сикшопрапада, и он был на самом уровне сикшопрапада, как и те, кто получили сикшопрапада. Это правда? Как, в какой степени все сверху были в сикшопрапада? Если вы следуете Прабхупаду, то вы ученик Прабхупада, потому что вы являетесь всего Шикши учеником. Но вам надо получить инициацию посвящения у учеников Прабхупада, которые также действуют в качестве Гуру. Если вы хотите быть связанным с Прабхупадом, то вы можете быть связанным с вашей Прабхупадой, через Шикши, но если вы хотите установить крепкую связь с Прабхупадой, то вам нужно получить посвящение у кого-то, кто является Шикши. Кто является Его учеником и кто действует в качестве Духовного Учителя. Okay. Scroll down. This is... Прабхупада, this is the one we're talking about. Прабхупада является Гуру только для своих инициированных учеников. Прабхупада's up there. This is Rathayatra in San Francisco. Прабхупада was dancing the whole time. Прабхупада. Okay. Next slide. This is the answer to your question. Это, на самом деле, это ответ на ваш вопрос, который только что вы задали. Прабхупада является основным Шикшадулом для всех преданных исходов, поскольку он сам постиг учение предыдущих очарьев Братнаматхала Гаврия, сам Радай, и изложил его для современной эпохи из резолюции GBC номер 35 1924 года о положении Кирилл Прабхупада. Прабхупада. Okay. We talked about that. Next one. Who's that? Who's that? Pibirōu Thakur. Okay. Now we read. Now we read. Please read. So this says, we're revisiting this principle of founder Acharya again. And to re-emphasize that Prabhupada is the guru-siromani topmost spiritual teacher, leader for all his devotees. Okay. Next. This is sentimental fictions now. We went through the impersonal fictions, now we go through the sentimental fictions. We've already reviewed the impersonal fictions, now we're going through the sentimental fictions. Yes. Please. And he's asking about this quotation by Bhakti-nul Thakur because he says that all other statements should be rejected which are contrary to Prabhupada's statements. And he asks, does it refer only to Prabhupada's followers' statements which are contrary to Prabhupada's statements, or can it refer also to previous Acharya's statements which may be contrary to Prabhupada's statements? Well, it's not that the previous Acharya's statements are wrong, it's just Prabhupada's statements are applied according to time, place and circumstances. It's not that their statements are wrong, they just don't apply. They're teaching different times, different types of people, so that some adjustments are made, but fundamental statements are never changed. So we have to know the difference between a fundamental principle and a detail. The fundamental principles never change. Details can change according to time, place and circumstances. Example. What is the fundamental principle? Example. What is the fundamental principle? You must accept a guru coming into simple succession. You must practice bhakti-yoga according to the teachings of Śrīla Rūpa Goswami. And bhakti-rasambhita-sindhu, which Prabhupada used as the handbook for our teachings. That's the idea, this idea of rittvik, you know, we don't need a guru, we can just keep, you know, Prabhupada as our guru. And then we can just get everything we want, but without personal guidance and philosophical understanding of practical applications, I'm sorry, practical applications of philosophical understandings, we get confused. So, Prabhupada is not wrong, it's just that their teachings may apply or may not apply, depending on the present Acharya. That's why Prabhupada told us, don't study my books, the books of my spiritual master, you know, it's too difficult to understand. You don't look convinced. Yeah, Prabhupada said, you should read Bhaktivinoda Thakura's books, but he said, don't read my spiritual master's books. He said, read Jaiva Dharma, Chaitanya Shikshamrita. He especially mentioned those two books, especially Jaiva Dharma. He told his disciples, translate Bhaktivinoda Thakura's books into English, and we can read those. Because most of his books are for the Western mentality. Where Bhaktivinoda Thakura's books are not. So yeah, Prabhupada gave us that statement. So you can read Bhaktivinoda Thakura's books. So you can read Bhaktivinoda Thakura's books. Yes, in the back. Good afternoon. So, XML, what about this? So, that note, is a question about the detail? There, which you can't turn around, that you wait to lesion? Is it that you, that you, speak, don't have a noget or a stone, you'll switch to thepunkt То есть те детали, которые Шупупада дал, да? Он говорит о изменении деталей. Он спросил, что Шупупада дал нам отдельные детали, но теперь ГПС должен уменьшить эти детали. Некоторые детали могут быть уменьшены. Да, какие-то детали можно постраивать, изменять. Да, но это требует дискуссию, понимание, практическое понимание философии. Это не так, что Кришна-кончисность – это философическое. Вы делаете это, вы делаете это, вы делаете это. Вы должны использовать свою интеллигенцию в отношении к философии и в руках, которые вы дадите, и в порядке. Да, конечно, какие-то детали могут меняться. И мы должны понимать, что сознание Гришны – это не какая-то такая сухая, такая застывшая вещь. То есть мы должны использовать разум. Никогда мы видим какие-то определенные обстоятельства, то есть мы можем что-то менять, что-то постраивать, и применять это так, чтобы это было наиболее эффективно, под правильным моговостом. Да, конечно, какие-то вещи можно настроить, да? И они уже будут настроены, даже сейчас. Мы настроены, что Прабхупат сказал, но не изменяясь на основном принципе, но не изменяясь на время, место и ситуации, как мы говорим на разные типы людей. И уже какие-то вещи были изменены, учитывая определенное настроение людей, которым мы прабоведуем время, место и обстоятельства. И даже в нашем движении у нас есть консервативная группа людей преданных, и также есть более либеральные преданных. И в этом видео, как мы делаем, мы получаем это время. Ну, у нас мало времени остается. Мы должны поговорить с темнотажными фикциями. Я бы хотела, чтобы эта класса было месяцей, и это было детей, один час и 15 минут. Это было очень мало времени на лекции. Потому что здесь очень много мотивировано, такого важного. Итак, сентиментальные представления о Праупаде. Первое. Прочитайте, пожалуйста. Иллюзорный Праупада. Следующий. 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 Прочитайте, пожалуйста. Иллюзорный Праупада, как вечный Икшагуру. Иллюзорный Праупада был, фиктивный Праупада, который на вечном шел и Прупада, который является единственным вечным Дикшагуру. Следующий. Иллюзорный Праупада. Итак, иллюзорная Прабхупада, что это, чтобы представлять собой? Прочитайте, пожалуйста. Я представлял себе Прабхупада, который разрешал поступать. Поступаться. Прабхупада, истинный Прабхупада, иллюзор. Прабхупада сразу же растворился, как туман на восходе солнца. Прабхупада, как он сам говорил, был на 90% дебирали, но на оставшиеся 10% он был строг. Кри-джа-на Прабхупада, мой прославленный учитель. Прабхупада, который разрешал поступаться принципами чистоты и стужением Кришны. Когда меня внезапно осёк истинный Прабхупада, иллюзорный Прабхупада сразу же растворился, как туман на восходе солнца. Прабхупада, как он сам говорил, был на 90% дебирален, но на оставшиеся 10% он был строг. Из книги Бориджана Прабхупада, мой прославленный духовный учитель. Мы обидели, что Прабхупада считает, что он строг. Но здесь есть статия Бориджана Прабхупада. Он сказал, что я обидел, как он был сопровождающим purity. Но вдруг я был оборудован с настоящим Прабхупадом и иллюзорным Прабхупадом. Прабхупада, как он говорил, был на 90% дебирален, а остальные 10% очень строг. И так это из книги Бурюджана Прабху, потому что у нас могут быть разные представления. Прабхата был строгим, либо прабхата был таким мягким, либеральным, да. Но вот здесь вот конкретная пропорция указывается, где говорится, что прабхата был на 90% либеральным, но на 10% он был строгим. Any questions? Лури, какие-то вопросы насчет этого вот иллюзорного прабхата? Okay, next. Okay, who's that? Who's that? Queen of England, right? Listen, go ahead, Лури. They say it is Queen of England. Yeah, correct. Now read this slide. So, question for you. What does figurehead mean? Define the idea of a figurehead. Само это понимание фиктивного, какой-то, фиктивной личности. Как фиктивный брак, например, есть. Not real. Not real. In what sense? In what sense is it not real? In what sense is it not real? In what sense is it not real? She says that Queen of England, she doesn't have any real power. She is just, just, just a, just a person. Yeah. Yeah. She's on the top, but nothing's below. I mean, there's no real power there. Да, она там на верхушке проявления, но истинного влияния, могу, как бы, силы у нее нету. It's called figurehead. So, Prabhupada, sometimes, is seen as like a priest. You know, he's just there, he was there, now he's gone, he doesn't really have any. The Christians did that with Jesus Christ. They, they say Christ is the leader, but they don't follow him because they feel like his teachings are not so important now. It's figurehead. Next one. Gone forever, Prabhupada. You want to read? There are two paths of communication with Guru, Vani and Vabhu. Vani – it's the words of Guru, and Vabhu – his physical presence. Physical presence sometimes is, sometimes is not. But Vani is the永遠. Therefore, we need to be more focused on Vani, and not on the physical communication. This is the way of Chirita Amrita. This is the word of Antiridhi. So, what does that mean, gone forever? What does that mean, gone forever? What does that mean, gone forever? How can we prevent it? How can we prevent that? How can we prevent it? How can we prevent it from being sent? He's gone. He's gone. Is he gone? Where does he live? Где он живет? В книгах. В книгах. В книгах. В книгах. Yeah, in his instructions. Where else? Books, yeah. Where else? Сырфан. Yeah, in his disciples. Very good. His disciples, who lives through his disciples, through his books, through his lectures. What else? Баджа. Мурти, yeah. We see, that's Prabhupada there. You want to hear a story? Nice story. Devodis had just gotten a Murti of Prabhupada to take to Africa for putting in the temple in Africa. So they had to go through immigration, but they didn't have the right papers. The immigration officer says, you can't bring him in until you have the right papers. We'll keep him in the storehouse. We keep things in the storehouse. And when you get the papers, then you can have your... Statue. Statue. So they took the Didi of Prabhupada, and they put it in their storehouse. And after two days, the devotees in the local temple got a call. From the immigration people. They said, you should come and get your teacher. He keeps saying, take me out of this place. Take me out of this place. He didn't like it there. And he was... He made itself known that even the immigration people could hear this thing is talking to us. He was like... So Prabhupada said, Listen, in our temple here is a Murti, but if you have that understanding, you can talk to Prabhupada, and Prabhupada will talk back to you. But don't talk nonsense. Talk seriously. Prabhupada won't talk to you. He's there. He's there. When we offer flowers, he's there. He's like the Didi is there. Он там присутствует, подобно тому, как Он присутствует, как Кришна присутствует к Божествам и Духовному Учителю. И вечный Духовный Учитель, Он не отлично от Своего Мурти. Ага, так Он не ушел на вечное, и Он живет в Своих наставлениях. Как здесь написано, что Вы можете воспользоваться, либо не воспользоваться личным общением, то есть, Вы можете помогать, не помогать. Но наставления всегда будут с Вами. Духовный Учитель, который является дикшим Гурум, вечным дикшим Гурум. Продолжай тщательно проходить обучение, и тогда Ты станешь истинным Гурум, и сможешь принимать учеников, следуя тому же принципу. Однако, по этикету, обычно при жизни Твоего Духовного Учителя, Ты должен приводить потенциальных учеников к Нему, и когда Гурум покинет этот мир, Ты сможешь принимать учеников без всяких ограничений. Следующий. Такой закон ученической преемственности. Я хочу, чтобы мои ученики стали истинными духовными учителями и широко распространяли сознание Кришны. Это принесет огромную радость, как мне, так и Кришне. Ведь мол, потому что Кришне, 2 декабря 1975 года. Я говорю, что люди говорят, что это единственный дикшим Гурум. Никто не может придать инициативы. Бои-боли-боли-боли-боли-боли-боли-боли-боли-боли-боли-боли-боли. Кришне, 2 дикшим Гурум, и это единственный дикшим Гурум для всех и не нужен духовный учитель, живой. Но, в 1975 году он так писядил. Учеников, чтобы они стали квалифицированными и потом впоследствии после него ухода действовали в качестве духовных учителей. Какие-то вопросы есть на эту тему? То есть будет ли работать прана на мантры, если ее не получить с благословением духовного учителя, а просто с самого ночи Пранама-мантра, обычно мы должны получать это из Спиритичного Мастера вместе с благословением, но кто-то может просто читать это на письце и начать чентировать его собственным. Он получит какой-то бенефит от такого ченения пранама-мантра? Да, конечно, какое-то благо вы получите. Всегда какое-то благо есть, но не полное благо. Когда вы получаете разрешение, вы параллельно с этим получаете и благословение. То есть какое-то благо да вы получите. Какие-то еще есть? Какие-то еще есть? Да, пожалуйста, да вот. Громко, пожалуйста, говорите. В чем отличие ритвиков от искон? В чем отличие ритвиков от искон? Ритвики говорят о том, что прупада может быть вашим дикши-гуру. Вам не нужно получать посвящение о Казахстане. Какого-то другого живого духовного учителя. И те духовные учителя, которые дают вам посвящение, они делают это от имени прупады. То есть вы становитесь учеником прупады. Но прупада здесь говорит о том, что вы сами можете стать духовным учителем. They usually say that because they think no one else is qualified to be spiritual master. Or they say you have to take spiritual master who is Utama Arikari. There is no Utama Arikari present. Therefore, Prabhupada was the only Utama Arikari. Therefore, everyone else is just representing Prabhupada. But still, Prabhupada is the only guru. И они также говорят о том, что guru, в конечном смысле этого слова, это должен быть Utama Arikari. Utama Arikari сейчас нет. Единственным Utama Arikari был Шрабхупада. Поэтому те, кто сейчас дает инициацию, они должны просто представлять Шрабхупаду. You know why they really say that? Because they don't want any discipline. When you have a guru, you have to follow the discipline. If you say, Prabhupada is my guru, and he is gone, then you can do whatever you want, right? And you see, those people who claim to be rittviks, all they do is attack us. They don't do any service. They have this magazine. If you ever see this magazine, don't wait it. It's just full of Vaishnava-apparat. It's called Back to Prabhupada. They just attack all the gurus in our movement. It's very full of Vaishnava. It's just criticism, criticism, criticism. That's it. It's very full of Vaishnava-apparat. Many of them have bad experiences, so they... They say, well, Prabhupada is the only guru. But Prabhupada said here, you can read these last two slides. He said, you trained up, and you can be a bona fide guru too, on the same principle. But you can't be a guru at the same time when your spiritual master is still present. Once he leaves, then you can... then one can become active as a guru. There's a few books out that was put out by devotees, when he's defeating the Ritvig ideas. Any other questions? Yes? Yes. 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 We should have to change it. Yes. One question? Нет вопросов, что есть частное проведение учения, не для того, чтобы сказать, что он ученый, а частное проведение учения означает, что человек вредает знания. То есть, ага. Да, надо для того, чтобы радоваться, а вы подъехали, для этого не прийти, но, кучащих, второе, кучащих, не для того, чтобы быть. То есть, просто вопрос, вот, надо ли вторая инициация, да? Хорошо. Спасибо. Я просто пытался связать вас с темой. Он спрашивает, если вторая инициация необходима для другой части, чтобы быть тренированным, тренированным. Вторая инициация – это реальная инициация, в самом деле. Ну, на самом деле, вторая инициация – это истинная инициация. Первая инициация связывает вас с процессом. И вторая инициация делает вас по-настоящему представительному. Да,愚я Павпад сказал agents careful segundo мынициация. Человек должен получить вторую инициацию. Скажи hanno ici整ая инициация о этом, да? Вы представим Naomi remoростеное первое инициация, чтобы вернуться к духовный мир. Да, достаточно первая инициация, чтобы вернуться к духовному мере. Правильно? Is it enough to have only one first initiation in order to go back to Godhead? That question has been asked a few times. And I found one statement about Prabhupada. He said, Prabhupada says you can't go back to Godhead unless you have second initiation. Second initiation is Brahman initiation. And we have to come up to the standard of being Brahmanically qualified. And it's not hard. Just follow the process and you can qualify yourself. Okay. Thank you. Tomorrow is the last lesson. It's called Your Shri Prabhupada. And tomorrow will be the last lesson. Your Shri Prabhupada. Your Shri Prabhupada. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.